28 лет Арман Еремебетов, 24 года Юрий Китаренко на 8 сантиметров выше своего оппонента Арман Еремебетов, все же остальное у нас одинаковое, 84 килограмма, первый поединок командного гран-при. Казахстан Юрий Китаренко! Оның қарсыласы Алаңның қызыл болушы. Оланың дебюттық жекпе-жеге. Оның бая 192 сантиметр. Ресмей салмаға 83-те 900 келі. Талдығырған қаласы Казахстан Арман Еремебетов! Оланың қызыл болуы. Реферий Ахтлева Аскербаелу. Тақызыл болуы. Тақызыл болуы. Финальный стирдаун на фоне баскетбольного кольца. Арман Еременбет против Юрия Титаренко. Это первый поединок из четырех в рамках командного гран-при. Да, к сожалению, одна пара у нас бойцов слетела. Да, и надо, наверное, уже заранее сказать, что плюс три балла у команды Дартим, соответственно. Да. Поэтому это преимущество в любом случае. Первый раунд. Стойки левши Еременбет. Ну и понимаем мы даже с первых же его движений, что будет стараться держать он Титаренко на дистанции. В любом случае понимает сильные свои стороны, слабый в том числе, Арман Еременбет. Поэтому будет максимально разрывать дистанцию. Ну вот мы ждали все-таки больше прессинга от Титаренко, но пока тоже старается больше с дистанцией работать. Я скажу тебе так, что в тех боях, которые мы видели с тобой, Юрий Титаренко никогда в первом раунде не начинал очень агрессивно вести поединок. Он все время выжидал нужного момента и прямо сейчас он это и делает. Да, вот Арман как будто бы заряжается уже на один удар. Удар обычной. Ух, неплохо. Пытался сконтрить удар ногой. Ну и подталкивает, кстати, Титаренко идти вперед, что он и делает. Вот такие вот размашистые удары, мне кажется, рискованно наносить против бойца с базовым рукопашным стилем боя. Да, он сейчас оценивает стойку, скажем так, читает. И пару моментов уже было, когда Титаренко раскрывался. Но Ерминвед пока как-то сильно не рисковал разрывать дистанцию. От этого поединка, первого поединка, на самом деле зависит дальнейший ход всего гран-при. Неплохо. Пытается, пытается поджать. Но центр октагона как минимум уже захватил Арман, что немножко удивительно, наверное, для нас. Ему на самом деле нужно центр октагона именно удерживать. Так стратегически правильное решение. Да, как таковых ударов еще попаданий мы не видели, но вот видим, что контроль пространства все-таки за Арманом. О, есть прямой! Попадает! Титаренко идет вперед уже сам. Арман Ремембед. Да, даже такой характерный был жест. Арман признал этот удар, говорит, да, неплохо. Оценил. Оценил, да, оценил однозначно. Есть, но здесь же попадание. Отечка от бойца клуба Д'Артим. Успел все-таки здесь Титаренко подставить руку. И тренер просит добавить, продолжить так же. Да, хорош. Хорош Ерминбед. Заставил, заставил сейчас немножко понервничать Титаренко. Для меня, знаешь, самое важное, как только начнется клинч понять, на что способен Ерминбед. Да, да, однозначно нам... И если он покажет, что он может делать работу в клинче, тогда шансы повышаются, на мой взгляд. Атака теперь уже от Армана. Да, уже более так остро начал действовать. Слишком часто, мне кажется, пятится назад Титаренко, отдавая пространство. Ну, знаешь, у нас такой нервный очень поединок получается, напряженный, да? В целом, я тебе скажу, финал очень нервный был, на самом деле. И вся вот предсуетливая суета перед началом этого финала. За каждый грамм буквально перевеса две команды рубились до начала этого финала. Вот сейчас мы поймем, на что способен Ерминбед. Выходит за спину. Будет ли бросок? Есть у нас еще время. Ну, как минимум, контроль сейчас должен будет реализовать Титаренко. Пытается развернуться Ерминбед. Что будет здесь делать? Сажать на колени или запрыгивать, пытаться закрепиться в бэкмаунте? Думаю, если сейчас попытается брать бэкмаунт, это будет рискованная ситуация, на самом деле. Да, грузит, грузит Титаренко. Что, наверное, и правильно. Да, потихонечку скользнул все-таки за спину. О, локоть. Это интересно, неплохо. Пытается стянуть в партер своего оппонента Титаренко. Отличная защита от Армана Та. Да, вот теперь. И я верю в Армана Ерминбеда на самом деле. Он меня удивил, этот парень. Еще раз, еще раз, Юра. Минута до окончания. Даже меньше минуты до окончания первого раунда. Да. В поединках, именно в профессионалах Юра еще не бывал в таких вот ситуациях. Да, когда соперник отвечает на все, защищается и, возможно, сейчас какие-то... Удар слева, но пропускает колено. Идет вперед Титаренко. Да, необходимо забирать концовку первого раунда в любом случае. Хорош, хорош. Пытается провести тейкдаун. Обратив внимание, прикладил ногу. Да, есть захват. И... Но теряет! Ай-яй-яй. Да, хороший тейкдаун, но немножко непродуманный. И сейчас не очень хорошие позиции. Да, здесь не может атаковать Юрий Титаренко, но в целом выгоды от этого тейкдауна как таковых он не получил. Да, теперь вот я не могу сказать, что раунд выиграл Титаренко. Раунд был близкий точно. Теперь этот эпизод в конце первого рауна для меня расставил все точки на ответ. Я ответил на многие вопросы. Конкурентный бой мы с тобой наблюдаем, на самом деле. Да, согласен. Ну и это финал все-таки, это лучшие команды из восьми. По другому быть иначе не могу опыта. Да, по другому, наверное, и не должно было быть. Ну что, больше прессинга ждем уже от Титаренко. Да, ему необходимо забирать увереннее, более увереннее раунды. Да, сразу же идет бороться. Ооо, попадает в пах. Нужно будет пересмотреть повтор. Мне показалось, что колено довольно-таки высоко было. Давай глянем. Ну попадание точно было. Попал, да. Попал пах. Запрещенный удар. Бывало же такое в практике. Поэтому не удивлюсь. Ооо. Ооо. Сразу же, вразменно. Пытается вот за... Встроили небольшую перестрелку. Да, за левую ногу заходить Ерминбек. Но вот прессинг хороший от Титаренко и уже контрнаступление Ерминбек. Переходят очень низко. Он держит переднюю руку. Ооо. Интересно. Бэк-элбоу, да? Даже так называемый. Да. Уже второй раз Арман, кстати, прихватывает за шорты. Это очень интересный. Даже был захват за сетку. Но пока рефери не стал его наказывать. Знаешь, это такая характерная черта для юдаистов и санвистов, которые борются в специальной одежде. Ну и рукопашный бой тоже, кстати, используют эти захваты в кимоно. Отлично. Есть попадание. Поднимай, поднимай! Поднимай, Юра! Подсказываю. Ну и рукопашный. Но, обрати внимание, что каждый раз Арман Ерминбек выбрасывает колено. Он понимает, что Титаренко будет пытаться провести проход в ноги. И поэтому каждый раз выбрасывает колено после атаки Титаренко. Да, такие шахматы. Да, Юра уже в ноги не прям так откровенно лезет, Арман. Оооо. Будет ли сейчас перевод? Неплохо. Неплохо. Не смог он реализовать тейк-гау. Колено в корпус. Еще одно колено. Отлично. Не нравится. Это Юрий сразу же пытается отвечать. И сам уже в контратаку переходит. Прихватывает за ноги. Возможно, стоит даже переключиться за... Да, что он и делает. Перехватывает одну ногу. Будет ли выход за спину? Есть. Здесь необходимо, да. Есть возможность. Титаренко провести тейк-гаун. И Арману необходимо отзащититься. Есть. Есть. Отзащитился. Хорош. Хорош Ермин Дец. Удивляет он сегодня у нас в этом поединке. Еще один лоу-кик. Раздергивает. Есть ощущение, что немножко задышал Титаренко. Ну, очень активные были два раунда для двух бойцов. Полтора раунда, по крайней мере. Сейчас у нас половина раунда позади. У-у-у, теряет равнолесие. Не использовал этот шанс Ермин Дец. Можно было накрыть, да? Сам пытается. Прихватывает шею. Будет ли... Нет. Хорош в борьбе. Коленом атакует. Да, что за поединок мы с тобой наблюдаем. Была попытка удушающего от Титаренко. Колено уже после выхода. Да, все-таки пошел в ноги. Все-таки попытается побороться. Обрати внимание, что шея... Нет. Показалось, что в опасности находится шея. Здесь вряд ли получится душить. Не совсем удобная позиция. 90 секунд до окончания второго раунда. Арману, наверное, не стоит идти в партер. Что он и прекрасно понимает. Вот Титаренко все-таки больше имеет опыта в грэплинге. Поэтому вот эти попытки перевода, они для нас понятны. Да, пытаются. Ну, защита от переводов у Армана очень такая, скажем, отличная. По крайней мере, от сетки еще Юра не смог перевести. Да, было очень много попыток. Сейчас контроль у сетки как минимум за ним. Минута остается. Здесь нужно перевести кому-то из бойцов. И это нужно сделать Титаренко. Не смог реализовать тейкдаун. Очень много сил потратил. Ну, смотри теперь, Исатай. Первый раунд был близкий. Второй раунд также близкий. На мой взгляд. О-о-о-о! Есть попадание! Богу прихватил после мидалкика Ерминбет. Попытался он повторить тейкдаун с зацепом за ногу, что делал в первом раунде. Но здесь уже Титаренко был готов к этому. Накрыл. И вряд ли уже здесь получится доработать. Концовка у нас 20 секунд. И, скорее всего, будет просто уже именно в этой позиции держать. Вряд ли получится отсюда вот что-то реализовать. Ну, попытка выхода за спину. Очень мало времени. Да, я все-таки склоняюсь в сторону Титаренко в этом раунде. Особенно вот концовка. Контроль был у сетки, контроль в конце раунда. Но лимиты полулегкой весовой категории. Поэтому этот поединок слетел. И получил он, точнее, команда Дартим получила 3 балла. Да, и у нас первый же поединок, да? Сразу же такую высокую конкуренцию нам задал. На короткой дистанции попытался зарубиться. О-о-о! Попадание! Тай-кик от Титаренко. Отвечает уже левым прямым. Мидл-кик. Знаешь, в стиле муай-тай, да? Начал действовать лоу-кики и мидл-кики постоянно. Если мы были бы на стадионе Люмпене, на каждый удар бы, а публика кричал бы «Э-эй!» И я в том числе. Но, к сожалению, мы в мате-арене. Делит счастье. Нет попадания. Ну, такое очень посильное начало. Я предполагаю, что сейчас Юра будет больше, наверное, проводить время в стойке. Затем, когда увидит возможность для перевода. Сделает перевод, сделает бросок. И переведет в барда только лишь к окончанию раунда, на мой взгляд. Не нравятся эти лоу-кики Эрмин Бету. Немножко застоялся на месте. Любезно так залез в клинч Титаренко. Ну и что дальше? Прижимает к сетке. Попытка поработать коленом уже по бедрам. И попытка удушающего. Хороший захват, но вряд ли. Не получилось. Но, знаешь, здесь факт в другом. То, что он ушел, отзащитился именно посредством угрозы, болевым приемом. Колено. Атаку, пожалуйста, ударом слева Титаренко. Но ответил Арман коленом. Обратите внимание, что Арман вышел на короткое уведомление. Но при этом, как хорошо дерется для дебютанта. Да, очень такой высокий темп. Задали бойцы. Есть! Вот чего-чего этого я не ожидал. Но он не смог сконтролировать. Бросает. Ермин Бет. Хорошо. У него уже второй тренинг в этой позиции не смог, к сожалению, Ермин Бет. С контролем проблемы. Если бы закрепился, удержал бы, то... Еще одна попытка и... Необходимо сейчас, да, еще один бросок. Берет Андерхуд, пытается просунет пулики вот уже под мышку. И уже сам в контратаку переход, две с половиной минуты у нас впереди. Ну что, опять у нас контроль сетки. Остается. Половина раунда. Руками в голень, как тебе такие удары? Руками в голень? Да. От кого? От Титаренко. Сейчас вот как раз с моего ракурса видно. Несколько ударов было сделано. Две минуты остаются. Нужно уже здесь не жалеть своих сил. Ну что, последние две минуты важно. В первую очередь Ермин Бету активизирует. Я не понимаю, зачем он постоянно хочет сделать тейкдауны. Прямо зациклен. Именно в третьем раунде Арман зациклен на тейкдауне. Я думаю, что для него тейкдаун показатель того, что раунд он точно выиграет. Возможно. Возможно. Поэтому так нацелен на тейкдауне. Но при этом для тейкдауна необходимы силы. Прихватывает шорты, но Титаренко не реагирует. На мой взгляд стоит зарубиться в стойке. Да, вот отчетливо вижу, что держит он правой рукой за шорты. Но пока вот сходит с рук это все. Ермин Бету отчаянный такой. Ошибается здесь. Ермин Бет может отдать спину. Да, но вот уже знаешь, даже у Титаренко не осталось сил. Здесь нужно Титаренко занять позицию. Ударную позицию. Да. Пытается сделать. Пытается придавить и зайти за спину. Но еще в состоянии контролировать. Арман попытка встать. Минута остается. Меньше одной минуты. Я уверен, что будет раздельное решение. Очень напряженный поединок. Нужно переходить под одну ногу. Будет ли попытка броска за одну ногу. Концовка, Юра, давай. Попробуй стимать. Вот еще одни. Вот, вот. Удары руками уже. Вовнутреннюю часть бедра. 30 секунд. Очень приятный поединок мы с вами наблюдаем. Да, однозначно. И арена сразу завелась. Обратите внимание. Зажгли, ребята. Однозначно. Кто бы ни выиграл, но... Зачем? Зачем Арман это делать каждый раз? Я не понимаю на самом деле. Да, вот опять явный захват за шорты. Окей, захватом за шорты. Согласен. Но зачем пытаться провести тейкдаун в конце раунда? В каждом раунде минимум по одному разу он делал эти захваты. И можно увидеть по реакции команды то, что они уверены, что именно этот бросок может принести им победу решением судей. Да, знаешь, вот умеет, да, Титаренко подпортить так, концовку. Юрий Титаренко забирает победу. КОНЕЦ КОНЕЦ